Всем привет из солнечной Аризоны! Сегодня 2 апреля 2020 года, утро, и я хочу вас ознакомить с тем, что происходит в Америке из официальных источников, то есть это различная пресса и телевидение. Ну, несколько таких новостей я вам буду зачитывать, я извиняюсь, что не говорю это своими словами, потому что я боюсь ошибиться и боюсь быть неточной. Значит, президент Трамп, это говорится в Washington Post, президент Трамп подтвердил, что из-за вспышки коронавируса чрезвычайные запасы медикаментов у правительства почти исчерпаны. Вот так, Америка. Существует реальный риск того, что больницы уже находятся на грани отсутствия медицинского оборудования и сапплементов, которые необходимы для сегодняшней коронавирусной инфекции. Дальше он объясняет, что штаты были оставлены на поставку оборудования самостоятельно из-за войн на торгах и взвинчивания цен. И администрация сейчас работает с частными компаниями, чтобы получить вот эту всю экипировку, экиппинг и так далее. Но пока что все это, то, что сейчас начало производиться, то есть переориентировка местной промышленности происходит, пока что этого только хватает, чтобы направить в горячие точки. Следующее. Los Angeles Times. Значит, чиновники Los Angeles призвали жителей закрывать свои лица публично, то есть на публике, то есть не только те, которые считались как бы зараженными, хотя я думаю, ну что, зараженные, они по городу ходят. Вот он знает, что он заражен, он ходит по городу. Он, конечно, сидит дома. То есть они обязали надевать сейчас маски всем, даже тем, у кого нет никаких симптомов. То есть они говорят, что они могут быть заражены, могут не знать об этом и могут заражать других здоровых людей. Следующее. Apple News. Ну это коротко, значит, Apple News, между прочим, это хорошие новости. Значит, создал плейлист для нас, то есть для пользователей Apple, в котором, значит, очень много хороших, значит, хорошей музыки, успокаивающая музыка, поскольку сейчас очень много людей изолировано, и они нуждаются в этом. Вот Apple сделал такой анонс. Но еще что Apple пишет, что как делать покупки в магазинах, нужно к этому отнестись ответственно и делать их каждые две недели. Я не знаю, почему Apple об этом говорит. Дальше, CBS News. Значит, вот что произошло в порту Лос-Анджелеса. Вы, наверное, если смотрите телевизор, вы знаете, а может быть и не знаете, многие сейчас и не смотрят телевизор уже, потому что всем это надоело, что в порт Лос-Анджелеса прибыл военный, значит, военный корабль для того, чтобы поддержать, вот поддержать, значит, не то что поддержать, а потому что на этом корабле находится военно-морской госпиталь, это то есть для того, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом. Но один из жителей, то есть из работников, 44-летний, Эдуардо Морено, водитель локомотива, посчитал, что это подозрительно, что военно-морской корабль находится возле берегов Лос-Анджелеса, и он направил, преднамеренно направил, значит, локомотив в сторону этого корабля, чтобы локомотив сошел с рельсов и каким-то образом нанес ущерб этому военному кораблю. Вообще, конечно, странно. Но теперь, значит, он может быть приговорен к 20 годам лишения свободы в федеральной тюрьме. И еще что, CBS также этим утром сообщила, что два круизных корабля ждут у порта Эверглейдс, то есть это Южная Флорида, на котором находится 200 пассажиров, но это на двух кораблях, и там имеются люди с симптомами гриппа. На одном корабле под названием Зандом 9 человек дали положительный результат на коронавирус, и двое из них умерли. И еще, значит, взяли интервью с людьми, у которых родители, пожилые родители находятся на одном из этих кораблей, и, значит, они, вот дети, они подтвердили, что их отца, который вот на корабле, у него развилась пневмония. Дальше, CNN сейчас очень много говорит о том, что вот доктор, это известный доктор, доктор Энтони Фаучи, это главный медицинский эксперт страны по пандемии коронавируса, и член целевой группы президента Дональда Трампа по коронавирусу, что он сталкивается с угрозами своей личной безопасности, и теперь требует, значит, того, чтобы правоохранительные органы постоянно находились с ним, то есть он требует личную безопасность, даже когда он находится дома. Почему? Ну, Трамп сначала говорил, я в предыдущем своем видео говорила, что, значит, все бизнеса, все будет закрыто до 14-го, включительно, апреля, но потом он изменил свое мнение. Ну, сначала говорилось о том, что, значит, если бизнес-то пострадает, то может пострадать больше людей, чем на самом деле от коронавируса, поэтому нужно начинать с 14-го апреля открывать, значит, различные компании начинать открывать, то вот этот доктор Фаучи, он предостерег Трампа и сказал, что нужно продолжить, продолжить, продолжить этот гайдлайн, то есть продолжить держать под контролем все Соединенные Штаты Америки, чтобы бизнесы продолжали быть закрытыми, что нужно защитить людей, потому что эта эпидемия до сих пор непонятно, как она себя поведет в дальнейшем, то есть пока что идет нарастание заболеваний, зараженных этим гриппом, что экспонента идет вверх, как он говорит, еще эта экспонента не достигла, то есть вертикальной линии, когда больше заражения нет, но пока, значит, выздоровление продолжается, а потом эта экспонента понемногу будет снижаться, он говорит, что пока что количество заболеваний резко идет вверх, мы не можем рисковать жизнями людей, что нужно вот этот карантин, вот эти вот меры предосторожности в открытии бизнесов отсрочить до конца апреля. Естественно, это не нравится людям, которые ведут эти бизнесы, особенно крупные бизнесы, и, видимо, начались угрозы в адрес доктора Фаучи. Ну, значит, еще такая небольшая деталь, что СМИ сообщают, в тот момент, когда доктор Фаучи заявлял перед СМИ, что он сейчас опасается за свою жизнь, значит, президент Трамп, он быстро прервал доктора Фаучи, поднялся на трибуну и сказал, что этот самый заметный эксперт по инфекционным заболеваниям в стране не нуждается в защите, что он не нуждается в безопасности, потому что все любят его, и кроме того, у них, то есть у тех, кто будет или собирается угрожать безопасности доктора Фаучи, будут большие проблемы, если они когда-либо нападут. Вот такие вот подробности. Но, несмотря на все то, что негативное, мы видим, мы слышим вокруг сейчас, все равно много людей, я хочу сказать, в Америке, они находятся на позитиве, стараются соблюдать санитарные меры предосторожности, люди в магазинах, в продуктовых магазинах, которые пришли за продуктами, они ходят в перчатках, они протирают свои вот эти коляски специальными дезинфицирующими салфетками, мы в аптеке работаем в масках, в перчатках, у нас, значит, нам поставили специально заградительные приспособления на расстоянии 2 метра от пациентов. Я хочу сказать, что многие пациенты, они нам выражают слова благодарности за то, что мы выходим на работу, как бы рискуя своим здоровьем, мы продолжаем помогать другим людям. Да, это, конечно, очень приятно слышать, но каждый раз думаешь о том, пока ты на работе, как обезопасить себя, постоянно моем руки, постоянно протираем наши телефоны дезинфицирующими средствами, столы, поверхности, в общем, все, что возможно, стараемся дезинфицировать и очень часто мыть руки. Ну, все равно, несмотря на то, что Аризона сейчас тоже локдаун штат, то есть закрытый штат, он не находится, это не на положении, что все должны дома сидеть, ну, просто ограничительные перемещения с нашего штата в другой и, наоборот, из других штатов сюда. Мы выходим все равно на улицы. Я, конечно, не хожу туда, где много людей, то есть я не хожу в парки, не хожу в горы, но я хожу вокруг своего нейборхуда, то есть нашего жилого квартала, где мы здесь живем, и буду продолжать вам показывать прелести Аризоны, как моя приятница по Ютьюбу, которая ведет свой канал, который называется «Жизнь продолжается», она мне говорит, снимай побольше Аризону, там так красиво, я буду вам снимать, я сама, выходя на улицу, радуюсь. Столько много птиц, вот щебетание птиц, я же даже сейчас с вами разговариваю, и так много песен, просто хочется остановиться и прислушаться, и вот прислушайтесь, пожалуйста, я вам там такую возможность тоже. По какой-то причине птицы замолкают, то есть они куда-то улетают, я слышу их дальше, там где-то они поют свои песни, потом они вдруг опять появляются здесь, и так громко, особенно когда утро, раннее утро, они начинают свои песни уже где-то в 5.30 утра, и поскольку они очень громко поют, то ты просыпаешься от этих звуков, этих прекрасных звуков. Значит, покажу вам, где я гуляю опять, покажу вам то, что я вижу, потому что Аризона – это же пустыня, и вот сейчас самое такое время, когда пустыня пробуждается, расцветает, столько много запахов, как я всегда говорю, здесь такие какие-то определенные, такие вкусные запахи, такие специфические, которые исходят от растений, даже просто вот подходишь, это зеленый куст, там даже цветочков нет, он почему-то так пахнет, прям вот невозможно пройти мимо. Я даже вам постараюсь назвать некоторые из растений, как они называются. Что еще? Да, вот опять же хочу сказать, что пустыня сейчас расцветает, такое время, радуешься, как вот когда ты смотришь на своего маленького растущего ребенка, который превращается, растет, и ты видишь, что он талантливый, что он здоровый, ты радуешься, что все хорошо у него, и какой он красивый. Вот точно так же ты радуешься, как пробуждению, как росту своего собственного маленького ребенка, радуешься, видя, как природа здесь распускается, расцветает все, все озвучивается вокруг. Радость вот как от того, что это твое, и эта радость растет из глубины твоего сердца. Ты сопричастен с этим. На этом я с вами прощаюсь, дорогие друзья. Вам всего хорошего, не болеть, не погружаться в негативные мысли, читать побольше хорошей литературы, которая нас наводит на хорошие, позитивные мысли, которая наводит нас на рассуждения. Опять, куда мы пришли, где мы сейчас находимся, что мы хотим еще в своей жизни сделать. Подумать хорошо, поразмыслить своими мозгами, и посмотреть хорошие сериалы, послушать хорошую музыку, потому что хорошая музыка, она вызывает такие чувства, такой всплеск эмоций, который помогает укрепить нашу иммунную систему. Это так. До новых встреч, всего хорошего, и показываю вам свою Аризону. До свидания.